Музыка Это партнеры, стопроцентные, роста церкви. Я сегодня не говорю о том, правильно они поступали или нет. Физически, но духовно, если ты посмотришь на это место, ты увидишь, что их душа была приклеена к небесному. Они стопроцентно, в суперклеем, были приклеены к божественным вещам. Они не имели привязанности к земному. То, что они физически распрощались, я не бедрус комментировать их поступки, я не бедрус. Но я хочу сказать, что если твоя душа будет прилеплена к божественному, а не к земному, ты счастливый человек. Я не знаю, я чувствую такой потенциал вдохновления от Бога. Бог стоит перед тобой, Он хочет тебя вдохновлять. Он хочет тебе дать в руки то, о чем ты мечтаешь. Но твоя душа прилеплена к твоему дому, но не к церкви. Понимаете или нет? Сегодня все грызут одну науку. Почему Бог не прилагает спасаемых к церкви? Сегодня мы, епископа, собираемся, обсуждаем темы. Мы говорим при встрече, проводятся исследования. Зайди в интернет, посмотри, сколько исследований проводится. Почему в церкви люди каются, а не прилагаются к церкви? В чем проблема? Если мы возьмем контекст Деяния 2.42-47, то внизу мы поймем важную мысль. Господь прилагал спасаемых к церкви. Правильно? Почему сегодня Господь не прилагает? Неужели мы не тянем в церковь? Тянем. Бывает настолько тянешь, что усилия просто тебе не хватает. Проводим молитвенное собрание, постимся, молимся, выявить, чем причина. Может быть, подъем крутой в гору, может быть, сильный ветер в лицо, может быть, мороз, дождь, снег, может быть, демоны оккупировали Донбасс, может быть, надо сделать какие-то серьезные вещи в духовном мире, какой-то духовный ломик. Но не может быть так. Хотелось бы картинку на экран. Тачка. Два человека впряглись с нее, тянут. Очень тяжело, сил много затрачено. Но есть небольшая проблема. Квадратные колеса. А нормальные, круглые колеса, они в тачке лежат. Я тебе, когда я увидел это, я думаю, так это же церковь 21 века. Да, это церковь 21 века. И Бог мне показал организовать эти семинары. И сказал, ты должен снарядить этих людей. Ты, твоя задача. Я ставлю перед тобой задачу, говорит Господь, снарядить этих людей. Это не твоя задача, тянуть церковь. Это не твоя, и не только твоя, это не задача совета церкви тянуть до изнеможения церковь. А церковь убирается, а церковь, проблема. Ветер. Надо молитву взять. Давай положим уже все. Надо поститься. Надо это. Надо назначить молитвенное собрание. У нас мало молитв, у нас мало постов. Надо это. Надо то. Надо это. Проблема конкретная. И мы об этом будем говорить немного позже. Пусть оно будет на экране. Каждый раз, когда текст не надо будет, пусть это, пусть люди смотрят. Я не хочу никого на самом деле обвинить, осудить. Написано, пусть обличает меня праведник. Помните или нет? Я могу перефразировать. Пусть обличает меня с круглыми колесами. Но если у тебя квадратные или у меня квадратные колеса, да что толку обличать? Пусть обличают меня круглые. Они праведные, то есть не квадратные. Но квадратные не любят обличать. Поэтому, если это тебя обличает, если это меня обличает, пусть обличает меня, Господи, обличай меня. Я хочу приносить тебе пользу. Может быть, сегодня проповедь будет кого-то обличать. Я не хочу сказать тебе, что я уже полностью круглый, а ты полностью квадратный. Я пытаюсь стать круглым. Если где-то не получается, подойти мне, скажи, слушай, у тебя там выглядывают. Побои мне, я хочу успеха. Вот как Александр говорил о своей мечте, что он хочет. Я мечтал об этом, я приехал в Донецк, только благодаря своей мечте. И когда я был здесь, я ее то терял, то она опять вновь двигала, много заграла, то я разбивался, опять колеса разлетались, а даже квадратных не было. На ободах. Но я пьет вперед. Я не остановлюсь. Мне нужны люди, которые станут там, рядом, и будут обсуждать, слушай, надо поменять колеса. Надо поменять. те люди, которые согласятся, стать нормальными колесами. Потому что кто знает, что труд будет намного легче, тянуть даже в гору. Да, есть много проблем внешних, но сила во внутреннем правильном состоянии. Сила преодолеть эти внешние зависит в мобильности внутреннего состояния церкви. Кто-нибудь на это скажет? Галилуя. Давайте так хорошо, я сказал, Богу аплодисменты дадим. Галилуя. Галилуя. Скажите, я верю в Росцеркви. Я просто его переживаю уже. Обязательно возьмите семинар. Сегодня еще разрешаем брать семинары, не партнерам. Те, которые еще не стали партнерами и послушат. Всем разрешаем. Но очень важно научиться видеть в духе от Бога и мечтать о том, что ты видишь. Потому что, если мечта, ты не научишься мечтать, тогда, что дает мечта? Она преобразовывает тебя изнутри. Это энергия внутренняя твоя. Если ты не будешь иметь этой внутренней энергии, ты никогда не сможешь достигнуть снаружи. Никогда. Не обманывайтесь. Не обманывайтесь. Не обманывайтесь. Просто не обманывайтесь. Если у тебя нет ясной, четкой, записанной мечты, ведения, ты человек, который на пути к неудаче. можешь обвинять всех сегодня в том, что ты такой несчастный. Но это твои мечты, воплощенные в жизнь. Можешь со мной соглашаться? Можешь нет. Это дело каждого. Но я тебе говорю, то, как мы живем, это то ведение, которое мы имели, правильно оно или неправильно. И поэтому да поможет Бог просто разобраться, увидеть себя и перейти к счастью, к счастливому будущему, которое лежит перед тобой прямо в твоем доме. Аллилуйя. Аминь. Итак, рост церкви не может быть собственными усилиями. Квадратные колеса они означают собственное усилие. Круглые колеса это работа Бога. Бог может. Мы должны выяснить Бог может и Бог не может. В одном случае Бог может, в другом случае Бог не может. Бог не может прилагать спасаемых к церкви, если у церкви квадратные колеса. Бог мог прилагать спасаемых к церкви, потому что у первой церкви были круглые колеса. Тачка это церковь, прообраз церкви и колеса это работа церкви. Аминь. Аллилуйя. Итак, мы оставляем тачку с бричкой и идем дальше к Слову Божьему. Мы хотим разобраться, что Бог сегодня, как Бог спасает, как Бог может спасать .